Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы знаете, я с глубоким уважением отношусь к Виктору Николаевичу Силуянову к всем современным и не очень работам, исследованиям, направленным на помощь спортсменам, чтобы нам грамотнее тренироваться, развивать силу, увеличивать мышечную массу, а также развивать выносливость. Все вы знаете, и грамотные люди знают уже, что выносливость это не сердце, это не бег, это тренировка мышц определенным образом, чтобы в них было как можно больше митохондрий. Так вот, друзья, не знаю, буду ли я первым, кто вам об этом говорит, для меня недавно стало откровением, ученые шагнули еще дальше, и вуаля, новые данные. Сама по себе митохондрия в плане энергетического обеспечения получается бесполезна. А что же тогда важно, спросите вы? А важно так называемые кристы. Что такое криста? Криста это стенка внутренней мембраны митохондрии. Но не просто стенка, это внутренняя мембрана митохондрии, как бы скомканная бумага, такая волнистая. Вот если у митохондрии нет крист, она бесполезна. Что дает криста? Вы должны понимать, что криста, благодаря своей вот такой форме, она позволяет биохимическим процессам протекать более дольше. Если я правильно понял. И именно это, за счет того, что процесс протекает дольше, мы и получаем энергию. Следующий вопрос, который я буду задавать Салиму и Стефану, это профессор, который учился и работал вместе с Виктором Николаевичем Силуяновым. Недавно был в Москве с 12-часовой лекцией по приглашению кафедры Виктора Николаевича. И, что интересно, живет он сейчас в Америке, хотя сам бразилец. Преподает в университете, в Кайзер-юниверситете, это очень серьезная сеть университетов. И он пришел к нам в тренажерный зал, в Iron Religion, потому что это лучший зал, как вам уже многие говорили. Действительно. И будут они здесь работать, будут они тренировать своих учеников, своих выпускников. Они будут здесь проходить практику. И благодаря этому я познакомился с ним и узнаю, что ученики, учения Виктора Николаевича, это не только в России, это очень популярно и в Америке, и во всем мире, потому что Стефан тренировал очень много знаменитых спортсменов. Он консультант лиги боев без правил. Он очень многих тренирует именно в плане выносливости. Так вот, как тренировать кристы, как нарабатывать кристы в митохондриях, пока что я вам сказать не могу, но ждите. Я буду разбираться в этом вопросе и все, что буду узнавать, буду делиться с вами. Друзья, обязательно напоминаю, сегодня в 21.30 заходите на канал Юрия Спасокуходского. Мы в прямом эфире с Юрой, возможно, будет Виктор Дан и Денис Зиновьев отвечать на ваши вопросы, обсуждать интересные темы, связанные с тренингом, питанием, восстановлением. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. Ютуб изменил свои правила и теперь вы можете не видеть мои новые ролики. А также, друзья, обязательно, просьба, пишите в комментариях, какие темы вы бы хотели, чтобы я озвучил в следующих видео уроках. Берегите себя, будьте здоровы, будьте на позитиве. Увидимся в тренажерном зале. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство и нас в группе уже 344 человека и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак Фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok